В 1927 году традиционно наша назорная деятельность носила в случае социально ориентированный характер. Это и общие социальные права, в том числе, что актуально, это социальные гарантии и права участников специальной военной операции. При этом мы не всегда ограничивались формальными мерами. Где-то была и наша рисковая работа по установлению факта проживания лиц с членами-участниками. Специальные военные операции также и такие неформальные меры применяли, как, например, был факт отказа соцзащиты в назначении социальной выплаты члену семьи, участника специальной военной операции. По одной простой причине была предоставлена справка не того образца о том, что он является его участником. Справку мы получили самостоятельно и направили в ОСЗН, естественно, вместе с представлением об устранении нарушения закона. Здравоохранение также, я считаю, основных и важных и актуальных направлений надзора нашей территории, в частности по нашим мерам, в Назаровское РБ введены были дополнительные ставки врача, педиатра, участкового терапевта. Наработана была практика в 1923 году о регрессных исках к руководству администрации. В частности, я говорю о наших исках к первому изместителю главного города, ввиду неэффективного использования бюджетных средств, поскольку из бюджета были оплачены штрафы за просрочку оплаты муниципальных контрактов. Соответственно, к нему, как к физлицу, были заявлены нами два иска. Один рассмотрим, сейчас второй еще пока нет. Если говорить о преступности в городе, в районе, в целом, структура ее сильно изменений не претерпела, в принципе. Единственное, что настораживает и что обращает на себя внимание, это рост так называемых дистанционных мошенничеств, они же преступления в сфере ИТТ, по разному можно называть. Казалось бы, уже из всех утюгов все об этом знают, но, тем не менее, каждый день изучая ежесуточные сводки оперативной обстановки, день через день очередное жертвам мошенничества. Их, я имею в виду, таких преступлений рост по краю, и мы не исключение, у нас тоже количество увеличилось. Думаю, что все понимают, с какими-то процессами и явлениями общества это связано, но, тем не менее, продолжаю. Еще раз, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, будьте бдительны, не ведитесь на уловки мошенников. Если вам в ходе телефонного разговора предлагают сообщить свои персональные данные, данные своих счетов, данные карты, что угодно, какие-то приходящие вам на телефон коды, пуш-оведомления, смело бросайте трубку. Могут представляться и сотрудниками банка, сотрудниками безопасности банка, сотрудниками правоохранительных органов. В реальности ни один из сотрудников банка или правоохранительных органов так делать не будет. И самое страшное, что люди-то не только свои деньги отдают, а таким образом на них оформляются кредиты, причем довольно-таки значительные.